Это виспланет.нет, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красильников, Злобный Росовак, зовут меня. Серхио М., Сергей Вдовин, также у микрофона. Сергей, привет. Привет. Давай сегодня возродим, может, временно, а может, как оно получится, такой жанр, как женские новости. Сразу несколько примечательных историй, событий, сообщений происходит. Тут и Сашка Бэнкс, которая не то, что поехала в Японию, а еще и будет с собой перетаскивать аудиторию своих фанатов, многомиллионную, сотрудничать с местными брендами и выступать в местных компаниях. Есть Мэнди Роуз, который что-то вообще как-то непотребщина случилось, но выгодная непотребщина здесь, ничего не сказать. Ну и микс-матч Ри Рипли против Акиры Тазавы. Звоночек, так сказать, прозвенел. С чего начнем? Ну, давай с этой начнем, с Сашки Бэнкс, потому что это какая-то невероятная история. Саша Бэнкс оказалась очень популярной, нет, не рестлершей, а медиафигурой, актрисой, инфлюенсер, какие уже можно придумать эпитеты, потому что люди в Японии решили, что те деньги, которые она просит, а я так понял, там деньги какие-то баснословные, они все-таки окупятся, потому что они один раз уже Криса Джерик привезли, Крис Джерик якобы им очень сильно помог, вот сейчас еще Сашу Бэнкс привезут, блин, я не понимаю, вот в Японию, вообще Япония и японский женский рестлинг, это для меня какая-то закрытая вообще территория, потому что мне так кажется, мне так кажется, это смотрят сугубо извращенцы, потому что вот этот, кто там, Росси Агава, по-моему, зовут, дед, который везде на всех пресс-конференциях в стартом доме выступает, блин, вот он типичный какой-то, как это принято сейчас говорить, крип, какой-то странный богатый дед, который фотографирует с этими девочками, и аудитория какая-то соответствующая, потому что рестлингом это назвать точно нельзя, потому что это девочки полутораметровые, 40-килограммовые, пытаются делать приемы, но из-за того, что они полутораметровые, 40-килограммовые, в принципе, можно делать в полную силу, потому что этих сил у них нет. Поэтому можно лупить себя как угодно. Но из-за того... В том-то и дело, что из-за того, что против тебя такая же 150-сантиметровая 40-килограммовая девочка, то сил-то получается равные. И, собственно, происходит то, что происходит. Я не знаю, как это... Это не рестлинг, это просто что-то по мотивам рестлинга. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это может быть какой-нибудь театр. Вот театр. Для меня тоже закрытая территория. Я не понимаю театр абсолютно. И там же есть всякие постановки непонятные. Вот это то же самое. Современное искусство не твое. Да. И вот получается, Нью-Джапан, который, как там говорят, что это третий промоушен сейчас в мире, является очень популярной. И они решили из ниоткуда вдруг опять возобновить... Как это сказать так? Дивизион ты имеешь в виду? Женский дивизион. Ну, это не женский дивизион в полной мере, а какое-то сотрудничество с кем-то, чтобы вот, типа, наши фанаты, в том числе и на девчонок, посмотрели во время наших шоу. У них же и были, кстати, до этого. Я с удивлением обнаружил, что на шоу Нью-Джапана выступала рестлерша, которая сейчас называется Венди Чук, в NXT выступает. То есть у нее опыт-то выступления и в Японии, и в Преслову-то есть. Какие-то шоу они проводили. И тут, бац, вот нам нужна такая же какая-то международная звезда. Ну, для кого она звезда? Для, извините меня, извраченцев японских? Ну, наверное, да, потому что она выглядит, по крайней мере, необычно по росту, по комплекции подходит с этими японками побороться. Но то, что показывают там эти же японки, они фотографируются, всякое непотребство, не так, как Мэнди Роллс, более целомудренно, но тем не менее, Саша Бэнкс будет так же фотографироваться, я думаю, вряд ли. Кого она заинтересует? Зачем она нужна? Вот Крис Джеррика, он же выступал до этого в 90-х годах в Японии, что-то знает хотя бы про эту территорию, что-то с чем-то он знаком. А это-то что понимает? Что она туда поедет? Кому она поможет? Только самой себе денег заработать, я не знаю. Я не буду лезть вот в эти финансы, я не знаю, что и как, потому что есть вот эти утверждения авторитетных инсайдеров, которые, естественно, все знают лучше про закрытые финансы, о том, что Стардом сейчас, по сути, какая там третья контора по прибыльности, по денежности, после... А, не получается, четвертая. Ну, вторая в Японии, да? А, соответственно, после WWE и All Elite четвертая. Я не знаю, честно, что там, как оно есть, насколько они популярны. Мне очень понравилась картинка, где-то по соцсетям прогремела на выходных. Такой, значит, спот показывает, опубликованная картинка, мол, помогите найти этот матч. И там девочка проводит какой-то дабл-фут-стомп в затылок другой девочки. И из-за того, что она летит сверху вниз, у нее немножечко задрана юбка, на это можно не обратить внимание, но, блин, один из комментариев был такой, найди лысого чувака на заднем плане, он это видео тебе покажет. И там реально показывают лысого чувака на заднем плане, и он прям четко... Вот я понимаю, что это в движении было снято, но такое ощущение, что он четко задранную юбку снимает. Вот, блин, я не знаю, я не понимаю в этом плане ничего. Рестлинга это действительно тоже, это какой-то свой особенный вид рестлинга, вот, который, мне кажется, на отдельных сайтах со специальными спецификациями публикуется. Но по факту оно есть. А про Сашу Бэнкс тут действительно сразу какие-то несколько моментов любопытные. Во-первых, Джеррика там, когда поднял аудиторию для этого Ninja Pad World, ну там, знаешь, это из серии у нас был один подписчик, теперь у нас три подписчика. Рост 200%, ну или в три раза. Так и там, понятное дело, что было определенное значительное количество, Джеррика привел зарубежных, европейских и американских, там что-то определенное прибавилось. Ну как бы да, это Джеррика, которого многие могли вообще помнить уже. Саша Бэнкс, я не знаю. Мне вот здесь, конечно, больше не японский, не феномен японского рестлинга, а феномен Саши Бэнкс интересен, потому что, да, действительно, она просит какие-то запредельно огромное бабло, огромные деньги, но будет ли она для Японии, например, делать скидку? Ну просто потому что, ребят, ну это же Япония, а для определенных интернет-кругов матч в Японии, ну вы же понимаете, это прям должно быть, это прям must have. Не знаю, но вот тот факт, что она прям позиционируется, как вот ты вначале сказал, да, там, инфлюенсер, фигура, актриса и кто там она еще, я не знаю, контент-криэйтор еще только надо еще написать, и будет совсем все сложиться. Это, конечно, унику. Здесь сразу вспоминается, кстати, по всем, по трем нашим сегодняшним историям, вот этот тезис, он будет постоянным, о том, что в WWE дают сотрудникам намного больше, чем от них получают, вот без этого никуда. Я не знаю, насколько она звезда для Звездных войн, для Вселенной Звездных войн, я некоторые комментарии от некоторых людей слышал, ни один из них Сашу Бэнкс не знает. Она никто вообще, вот по меркам Звездных войн, с теми, вот с кем бы я ни говорил, серьезно, не видел ни одного еще человека, который бы к Рейтлингу не имел отношения, который бы сказал, а, ну это же та самая знаменитая Саша Бэнкс, или как ее там, Мерседес, Варнадо. Ни одного не знаю. Может быть, я с такими людьми общался, но тем не менее. Вот опять же, интересно тоже, если вдруг кто послушает, посмотрит, и есть вот эти пересечения, но вот скажите, на самом деле, она реально вот этот поп-культурный феномен или прочее? Потому что... Ну, а ты видишь, это Звездные войны такие сейчас стали, сейчас наснимали сериалов, и там любой вообще человек может сказать, я Звезда Звездных войн, потому что сейчас этих людей тысяч, безусловно. Поэтому Саша Бэнкс туда просто попал. Ну, нет, нет, понимаешь, это к разговору о том, что все-таки, ну, блин, даже по этим меркам хочется понимать, это реально оно? Потому что я серьезно, я заморочился, я нашел какой-то ролик, где Саша Бэнкс, все ее сцены, все сцены занимают минуту 10. Из них Саша Бэнкс на экране секунд 25. Говорит она полторы, полтора предложения, полторы реплики. Мне стало интересно, это правда вот так вот? Потому что, ну, серьезно, читаешь вот этих вот всезнающих инсайдеров, которые рассказывают, блин, да вы что, да она же просто вот, да, сейчас просто порвет Голливуд. Пеки Линч снялась в 30, там, сколько у нее, две сцены на 30 секунд в этом сериале про молодого рока, где она тупо кривляется. Причем где-то был еще ролик в соцсетях, где она просто реально кривлялась, изображая такой акцент. Вот вообще прям оно. Все, прям ее сейчас оторвут с руками-ногами. Оказывается, вон даже какая-то была сцена за кадрами, которую удалили, естественно. Что в этом происходит? Может, это действительно что-то происходит? Это мы вот такие староверы, которые... А вот ты, кстати, помнишь, в старые-то времена, старый интернет, когда игрок снялся в фильме «Блэйд», например? «Блэйд» или «Перона»? Тогда было впечатление того, что игрок сейчас будет звезда супер-пуперная? Нет, кстати, я этих времен не помню, но я абсолютно, не боясь ошибиться, могу сказать, как оно на самом деле было. Это было ерундой. По тем временам, ну, Стив Остин снялся в «Нэше Бриджесе». Окей. Рок там снимался в какой-то фуфлыге. Окей. Можно было очень хорошо понять, где вот настало это время, когда, блин, «Рестлер» снялся в кино, это стало звездой. Это Рокки, причем это далеко не первая его какая-то роль. Я не помню, какая она была, но это вот далеко уже, как это сказать, после того, как «Голубик». Хотя, блин, я не помню, «Блэйд 3» — это вообще какой год, на самом деле, надо посмотреть. Мне кажется, это будет 2006 какой. Так даже Роман Ринс, блин, снимался прям в голливудском натуральном фильме «Форсажа», который посмотрели миллиарды людей. Чего-то я такого не вижу. Ну, понятно, что Роман Ринс никуда и не ушел. Но никто не скажет, что аудиторию «Форсажа» Роман Ринс привел в WWE. Ну, может, кого-то и привел, конечно. Хотя как «Форсаж» тоже там, сколько у него там цены было. Я не смотрел, правда, но могу себе представить. Рок, если вернется в WWE, возможно, кого-то приведет. Ну, Саша Бэнкс это, во-первых, не уровень WWE вообще никак. То есть, ну, ты понимаешь, что вот этот слушок, что Саша Бэнкс якобы запросила денег, чтобы ей платили ровно столько же, сколько «Шарлотт», сколько «Бики Линч», сколько этой самой «Ронда Роузи», да. Ну, понятно, это не уровень абсолютно. Вот как бы причем к ней не относиться. Я, конечно, тоже не считаю, что это какой-то запредельный уровень у всех трех перечисленных выше. У нее тоже, ну, просто исполнительницы никакие там нелеги... Ну, Ронда Роузи может быть, да, хотя тоже там... Это можно обсуждать всякое разное. Газлайте ли ее тем, что она отвратительная, травмоопасная рестлерша, блин, это вообще потрясающая история, просто как Ронду Роузи заставили фактически извиняться за то, что у нее в противнице была совершенно неадекватная женщина, которая ничего не понимает про безопасность в рестлинге. Но это ладно. Я сейчас смотрю, все-таки, наверное, нет, попозже, и рестлеры стали суперзвездными киношными, все-таки, да, действительно, куда-нибудь туда попозже. Я, честно говоря, думал, Третий Блэйд-то было пораньше. Не раз, вот серьезно, не воспринималось, у Роди Пайпера было кино, блин, никогда в жизни не думал, что по СТСу вижу Терри Фанка в кино. У Халка Хогана был вот этот сериальчик, была куча фильмов, у Биг Шоуа была куча фильмов, Гробовщик какой-то фильм, в каких-то фильмах снимался, это все было из серии, не, сейчас, я не знаю, правда, это вот, я оставляю это на откуп тем, кто смотрит, кто слушает, может быть, это действительно так. И сейчас, правда, ты засветился в небольшой вот такой вот роли, и ты сразу, все, суперзвезда. Да нет, абсолютно, может, ты уже снялся, ты же в Москве, там эти самые, кто там, где-то снимаются. Но то, что они за контентом гоняются, да, это факт. Даже в Москве это сложно найти человека, который не снялся бы в каком-то сериале, мне кажется так, по крайней мере. Я не согласен. Ну и в Америке-то... На эту тему у меня есть свой тезис о том, что наоборот снимаются ровным счетом, ровным-ровным одни и те же, прямо абсолютно одни и те же люди, просто смотришь, думаешь, блин, ребят, ну вы хотели... Я понимаю, как это работает, как продюсерская студия работает с агентами, им просто удобно брать на роли одних и тех же, потому что у них с ними контакты есть. Ну, ребят, вы про главную роль имеешь в виду? Нет, даже про вторичную и третичную. Ты смотришь, кто снял фильм, в смысле продюсерской конторы, и ты прям будешь понимать, кто там будет, кто там даже будет мелькать на заднем плане. Это вообще ерунда, это читается, это снимается элементарно. Понятное дело, не один в один, не по совпадению сто процентов будут. Но прям вот костяки прям ходят. Понятно, почему и как. Ладно, это пес бы с ним, вообще это, конечно, интересно. Я не знаю, что... Я считаю, что Саша Бенкс, она, конечно, определенный приток даст, чтобы это было существенно. Я понимаю. Ты тоже видишь, это все просто разгоняет в интернете. Только за счет того, что эту тему разогнали в интернете, это дает такой приток. Все, абсолютно больше... Знаешь, в свое время я так рассказывал, что большая часть сообщений, которые трендят в какой-нибудь соцсети, это сообщение. А что это за тренд? То есть светится какое-нибудь слово, я не знаю, блин, синий цвет. Большая часть, которая выведет этот хэштег в тренд, будет содержать в себе почему синий цвет в хэштегах. Или там какая-нибудь совершенно ерунда. Я покрасил, не покрасил. Я сделал пельмешки, хэштег синий цвет. Почему желание подмазаться? Всегда так это происходит. Блин, не знаю. А так, ну вот, да. Ты уже сожалеешь, что американский рестлинг Саша Бенкс Ну какой там рестлинг? Я не знаю. Если сравнить даже эти четыре анекстальницы, мне кажется, она хуже всех справилась с давлением, на которое мы ее возложили, потому что она не изменилась абсолютно никак. Я уж не знаю, может она хотела что-то придумать. Из-за этого у нее возник конфликт с руководством, что она в итоге каталась по полу и била ногами по полу. Я уж не знаю, почему, потому что они там решили, что этот гиммик босса это что-то вообще запредельное и надо за него как-то цепляться постоянно. Погоди, погоди, погоди. Нет, Саша Бенкс, это безобразие. Я немножечко не понял. Она же сама этот гиммик придумала, была эта история еще в свое время, там в 12-м, в 13-м году, я очень хорошо это помню, даже видос публиковали. То есть, а кто за него цеплялся? За него походу Сашка цепляет, она больше ничего не умеет. Может быть, от нее не хотели бы, но она ничего не делает в этом смысле, не делала, извините. И возникает ощущение, агентов каких-то, дружбанов, может быть, которые ей что-то подскажут. Ей насвистели в уши абсолютно точно, что ты звезда, ты их всех главнее и ты, там, не знаю, абсолютно на их уровне. В этом никаких сомнений нет. Послушала, но так бывает, да, спортсмену, актеру могут насвистеть в уши всякие агенты и близлежащие люди. А там дальше... А этот, у нее же родственник Снупдог. Снупдог, у него большая продюсерская империя, насколько мне известно. Чего он ее никуда не присутствует, даже он никуда ее не присутствует. Либо она ему никто, потому что она там через три кое-чего колена... Это старая тема. У Халка Хогана все братья, да. А она Эджекс, она кузена Рока. Все эту известную историю знают, блин. Понятно. Я назвал один раз кузеном, значит, двоюродный брат. Назвал один раз братом, значит, брат. Назвал... Халка Хогана все братья. Блин, у него отец очень был любвеобильный и много поездил по всему свету. Ладно, давай тогда к следующей теме. По Саше Бенкс, вот такого количества слухов, а главное желание примазаться к слухам у всех этих платных инсайдеров, которые просто заваливали эксклюзивом, а по факту просто перетирали все то же самое, ничего нет. Будет? Будем говорить на данный момент. Ну, вот вроде как... Ну, да, она же подписалась, типа, что все говорят, что реально будет там на Расселкиндоме. Может в зале сидеть, может матч будет. Это пока на инсайде. В интернете писали. Вот именно, в интернете писали. Я в этом смысле теперь... Знаешь, официальная информация официальная. А все остальное... Едет она в Японию, она уже вроде середины недели там, вроде как. Все, смотрим. Карточка вот эта вот. Нет, тебе напишут, что это самое. Саша Бенкс будет на Расселкиндоме. А будет она в зале в десятом ряду фотографироваться или будет на ринге выступать? Это две большие разницы. Естественно. Но для меня теперь разница это только если об этом расскажет сам Нью Джапан, Буш и Роуд или кто там будет про это рассказывать. Это да. А когда про это пишут всякие вот эти ребята, которые либо спамят свой сайт, либо всякими различными рекламками, либо спамят сообщениями о том, подпишитесь на 999 или там 495. Ребят, до свидания. Нет, не будет. Посмотрим. Может быть это действительно, знаешь, ну а вдруг там вал. Еще одна женская история. Мы ее частично коснулись недели ранее в подкасте для Спутника. Это Мэнди Роуз, которую уволили. Я честно тебе скажу, когда вот в той передаче я рассказывал о том, что видал слушочки о том, что нас загребает до 4 миллионов в год. Я думал, ну блин, ну 4 миллиона, это прям что-то перебор. За неделю полляма. Понятное дело, сейчас ее, конечно, пропиарили очень хорошо. Вообще все аутлеты новостные и СМИ, потому что она прогремела, в том числе и по ресурсам, которые особо рестлинг не освещают. Там, где, знаешь, упомянут, только в серии Холк Хоган разводится, или там, не знаю, Батиста снялся в Стражах Галак. ТОП 30 тысяч матчей Батисты или почему Холк Хоган изменил культуру. Вот такие сообщения. А здесь она вроде набрала себе наверняка еще из-за этого, но, блин, полляма за неделю. Я не буду говорить, что на каждую неделю полляма зарабатывает. А, погоди, значит, теперь да, значит, теперь... Это ж подписчики, которые с ней теперь останутся на год. Или нет? Она, по-моему, на месяц продает 30 баксов. Кстати, то, что она подала цену, это тоже очень... Очень хорошо. Просто кто у нее агент, это блестящий человек, абсолютный профессионал, как это все можно было распиарить и улучшить, и углубить, я уж не знаю. Но, да, получается, девчонка заработала. Ну, давай, кстати, вот 500 тысяч, сколько, 30 баксов в месяц, это можно же разделить и получить, сколько, 15 тысяч подписчиков у нее где-то примерно. Это за неделю. Я так понимаю, это вот сверх... Так у нее, может, выплата просто была. Я как бы тоже за неделю могу получить месячную зарплату, а за другую неделю ноль. Я просто думал, что это именно с того момента увольнения за неделю у нее новых подписчиков на такую сумму бралось. Ну, кстати, 15 тысяч, это не такое большое количество подписчиков, учитывая, что может подписаться со всего мира, не обязательно владеть этой самой какой-то... Я не спец, во всяких в этих... Я не знаю, сколько вот ее платформа берет процент какой-то комиссионного сбора, да? И в этом смысле для меня 15 тысяч по таким ресурсам. Я помню, как... Сейчас я тебе скажу, блин, это про Санни была история, у которой, по-моему, считали, сами считали, причем подтверждалось, что у нее что-то получалось типа 25 тысяч в месяц. Да. 25 тысяч в месяц долларов. И это прям было круто. То есть это можно тоже посчитать, разделить, какое количество людей совершенно небольшое. 15 тысяч человек! Это прям какой-то запредел. Я вспоминаю, что у Мэнди Роуз в свое время было рекордное положение, она разрывала рейтинги по подписоте в Инстаграме, в соцсетях, во всяких этих запрещенных всякими Роскомнадзорами и не очень. Были Лана и Мэнди Роуз. Вот они были прям в топе. Причем они были единственные рестлерши, которые в этом топе возникали относительно какой-то всей вот этой поп-культуры, что ли. Я даже не знаю, как это объединить. И в этом смысле неудивительно, что именно она там стрельнула. Удивительно, что ей прям совсем башню снесло. Ну неужели серьезно лишняя тридцатка стоит, ну не знаю, тридцатка, блин. Может быть оно и стоит ради того, чтобы вот настолько ухардкорить свой контент. Я прям теперь такое слово буду везде использовать. Это второй слой вот этой всей ситуации. Про то, что деньги не пахнут, ну блин, как бы да. И про то, что каждый делает свой выбор, это давно прекрасно понятно. Но что прям настолько, как-то я не знаю. Я не знаю, может она хочет ребенка рожать и декретных женец. И прям серьезно думаешь, она это все делает. И блин, это был охренительный на самом деле инсайт от очередной какой-то говноконторы, говна, не знаю, чего-то, этих профилей в твиттерах. Значит, короче говоря, почему она хотела увольняться из WWE? Именно потому, что она планировала создавать семью. Вот, понимаешь. Так она уже создала семью. Нет, семью полноценную. Можно поражать, смысл. Вот так следует, да. Может быть, кстати, почему нет, готов в это поверить все-таки. Я не думаю, что... Ну, хотя чертова знает, там, чужая душа в потемке, как говорится, почему так резко. Ведь действительно, как-то за неделю это все... Может, потому что они договорились, что давай-ка ты прекращай, она подумала, да что прекращать-то, какая разница? Чисто технически, чисто технически, там еще грань не перейдена. Ну, чисто технически, опять же. Хотя уже вот прям, уже совсем-совсем-совсем близко, конечно. Но, может, это для нее что-то значит, может, это для кого-то что-то значит, или для вот этой же самой платформы, на которой она выступает, что-то значит. Как бы там достаточно много людей, и, насколько мне известно, люди-то хорошо зарабатывают, кто этим занимается. Там не все, конечно, безусловно, но какие-то серьезные звезды на этом зарабатывают очень хорошо. Или там любые, там зайди на Твич, ты увидишь, что самая популярная трансляция, это девки, которые купаются в джакузи или еще где-то, а там контент-то не такой, как у Мэнди Росс. А если еще добавить туда перчинку какую-нибудь, как она сделала, ох, как деньги полюнятся, и вот они и полились. Ну, почему нет? А как думаешь, она без рестлинга аудиторию-то удержит? Ну, потому что, откровенно, первичная аудитория, она набрала из рестлинга. Ну, это, блин, те самые, кстати, вот эти упоротые, блин, извращенцы, которые в Японии смотрят на девочек на рестлинг-шоу, здесь я прям абсолютно убежден, это плюс-минус та же самая категория, вот она ищет фотки Мэнди Роуз, блин, ну что, я не знаю, сколько там, а, 30 баксов, сказал, ну что, подпишусь, что бы нет, блин. Смотрю один месяц, а потом забуду отписаться. Я вообще не понимаю, как это работает в систему подписки, потому что везде все предлагают, сейчас все везде на подписках, видимо, из-за того, что люди, ну, типа, 30 баксов у меня списали, а, ну, да, я раз в месяц смотрю эти фотографии, ну, 30 баксов не такая большая сумма, чтобы от нее отписываться, наверное, я так предполагаю. Ну, то есть, сейчас эти подписки везде пихаются, и там сюда платишь, туда платишь, и еще что-то, а, может, просто, ну, сколько, вот, сколько мы посчитали, 15 тысяч, грубо говоря, новых подписчиков, но из них отпишется, ну, 5, а 10-то останется, и вот это все денежка будет капать просто потому что, ну, ну, просто потому что, потому что незаметная граника это самая сумма, а кнопку лишний раз нажать, отписаться от этого всего, ну, лень, ее еще попробуй найти, я чуть-чуть, где-то я пытался от чего-то отписаться, в последнее время я не нашел. Дерверни слеттер, которому сколько нужно? Он-то присылает, потому что просто я деньги-то не плачу ему, и он не от доступа заблокировал все. Это все, вот эта вот культура подписки. Хорошо, хорошо, главное, чтобы деньги были. Ну, в этом смысле, кстати, стоит сказать очередной, знаешь, реверанс делать в адрес Винса Макмэна, который эту историю прочухал с нетворком, ну, я не скажу, что первым, но прям был в первых ролях и хотел эти нетворки свои делать, свои собственные телеканалы, какие-то, и в итоге остановился вот на такой модели, которая теперь, блин, приносит какие-то просто лопаты денег. И если кто-то думает, что деньги WWE сейчас приносит этот невменяемый букинг дегенератов, которые дорвались до букерской книжки, дегенератов, в прямом смысле слова, дегенератов X, вообще ничего подобного, это все та самая модель работает. Ладно, оно есть и есть, единственное, вот, да, не в плане какого-то осуждения, господи, что за фигня, а вот именно в плане какой-то, не знаю, обиды, что ли, блин, ну вот так вот сказали, выбирай, типа, рестлинг или сниматься без трусов, и она выбрала сниматься без трусов. Ну это, Мэнди Роуз, это не тот человек, который, я не знаю, рестерша, супер-пупер, она же это, в Тафенафе была где-то, она была моделью, фитнес-моделью. Ну и что? Говорит, вот у нас кастинг Тафенафе. Она 7 лет, 8 лет в рестлинге продержалась, значит, что-то ее держит. Это работа. Значит, не особо она фитнес-модель, это к разговору о том, о востребованности. Вот это самое, блин, как я ее ненавижу, Кэти Кель, ну ненавижу, естественно, в условном смысле, условно, как вот я ее просто терпеть не могу. Ушла она, что она рассказывала, когда она уходила? Ну, вы знаете, у меня столько проектов, я буду писать сценарий, я прибьюсь к какому-нибудь телевизионному шоу, я буду журналисткой. В итоге, как только ее позвали обратно, ну что ты делала? Ну у меня там не получилось, тут не получилось, здесь я ничего не делала, там ничего не получилось. Вот это все рассказывает о таланте, об уровне вот этих самых, блин, исполнителей, фитнес-тренеров или кем они там себя считают. Чуть максимум, на что способны, это создать он-ли-фанс и то, где будет подписота из этих, блин, из рестлерских фанатов с не совсем понятными наклонностями, для чего им рестлинг нужен. А 30 порицать? Нет, конечно. В плане вот этих амбиций, пристроенности, да, я обязательно про это скажу и про Мэнди Русс, я не знаю, что и где и как, но зачем-то она эти годы сидела в WWE на контракте. Зарплату платили. Зарплату платили. Что бы не сидеть на зарплате, что рыпаться, что? Если у тебя нет, ну вот ничего плохого нет, ну нет у тебя амбиций быть мировой чемпионкой или пятизвездочные матчи делать. Не в мировой чемпионке дело, нет амбиций вообще. Не хочешь, не можешь, не умеешь никак реализоваться. Прекрасно, денежка капает, это старый добрый принцип, про который еще сколько лет назад мы с тобой в подкасте говорили, блин, я сейчас перезаливаю. Все это там уже есть. Прекрасно, когда сидишь, получаешь деньги, которые не пахнут, потом увольняешься, раздаешь пару интервью о том, как там было плохо, все это востребовано в подкастах, в интервью, а сейчас еще и, блин, могут тебя в другую контору перетащить. Это все ладно. Единственное, знаешь, мне какой момент показался интересным, все-таки вот это вот время, что, где, как, по какой хронологии происходило, потому что, ну вот получается, если Мэнди подала заявление об уходе за две недели до, ну где-то, плюс-минус, то почему с нее так внезапно сняли титул? А ты думаешь, внезапно? Мне кажется, это внезапно. Это просто Роксана Бабаяна ей не сказали, забыли, потому что так поучу. А, ты, кстати, женская чемпионка NXT будешь вот сегодня. Ну не, ну подожди, этот матч никак не рекламировался. Это бы рекламировался абсолютно точно, потому что они это рекламируют, ну под другим, по другим этим самым. И была история, что у них впереди какой-то хаос-шоу где-то или хаос-обычное шоу где-то выездное, и они там планировали что-то ее, блин, нет, я ладно, не буду это говорить, мне казалось, что... я готов в это поверить, потому что у них же вот новый матч был за чемпионский титул, за претенец на чемпионство. А их было два. Это как с Money in the Bank. Женский Money in the Bank всегда на том же самом шоу то есть он нафиг не нужен. Чего нам с этим пороться, какие-то сюжеты? Нет, короче, давай, ты чемпионка, да, Money in the Bank, ты домой хотел там, валяешься, да, давай, давай, вали, занимайся с чем ты хочешь. Мне кажется, в этом плане я готов поверить абсолютно в то, что они это изначально планировали, ну как минимум там за неделю или за две, когда было понятно, что мы отношения с Money in the Bank прекращаем, деловые отношения имеют. Еще второй, кстати, пример, я забыл сказать, ты же говорил про этих самых лэнсеров. Лана тоже такой же примерно, пример, который занимался рестлингом. Сейчас не занимается рестлингом нигде, не знаю, в тиктоках в этих, в инстаграмах, запрещенных. Много она тебя добилась, скажи, я просто не знаю. А хрен его знает, я не слежу, у меня VPN больше никакой не работает, я даже ничего посмотреть не могу. Собственно, я не очень хотел с другой стороны. Но как-то же она существует, она же не ходит по подкастам, не жалуется, ни от каких-то промоушены, и не это самое. Нет? Вот говорят, говорят кто-то, не знаю, по-моему, на радио «Спутник» я этот тезис слышу, что если у тебя в какой-нибудь популярной социальной сети есть там несколько десятков тысяч подписчиков, ты можешь, в принципе, себя обеспечивать легко. Просто периодически посетят туда рекламу. А если у нас Лана и Мандирос такие популярные во всех социальных сетях, видимо, они тоже себя могут обеспечить. А рестлинг, ну, какая-то, да, дополнительно поблизости. Опять получается нестыковка. Если ты можешь себя обеспечить этой подписотой рекламой, нахрена вот, ну, я скажу это слово, опускаться вот до этой порнографии. Я понимаю, что будет еще больше денег, и кучи денег никогда маленькой не будет. Вообще без вопросов. Но, ребят, камон. Это единственный способ, которым можно вот что-то добиться? Или что? Или как? Потому что... Потому что кому-то хочешь что-то доказать. Кому? Бывшему какому? Может быть. Я в этом смысле всегда привожу в пример, вспоминаю ситуацию с вот этим, с американскими студентами, которые борются в студенческие годы за контракт с профессиональным клубом, а после этого, ну, как бы, после этого у кого что есть. И насколько они вот сейчас уже прям со школы хорошо говорят, хорошо презентабельны, представители. Блин, с кем это был? С футболистом? А, футболист из Манчестера и Решфорд, по-моему. И какой-то еще, блин, из Франции молодой футболист, я не помню. По-моему, возможно, даже это Мбаппе, вот этот Мбаппе, который вот сейчас на Чемпионате мира звездил, ну, Решфорд тоже звездил, но поменьше и проиграли там пораньше. Но речь о том, что ты заходишь к ним в... А, да, и я сравнивал эти инстаграмы с инстаграмами этих, блин. Только я не помню, кстати, с кем. Ладно, не суть важна. И у них смотришь рекламный пост, благотворительный пост, общественный пост, социальный пост. Ты смотришь, что люди живут какой-то жизнью активной в этом смысле, что-то продвигают. Я боюсь ошибиться, но Решфорд уж, по-моему, даже какую-то королевскую награду дали в его молодом возрасте за то, что вот он такой весь из себя молодец. Ведет себя очень хорошо, продвинуто и поощряет детей. Он там за детей борется, едой их обеспечивает. Короче, он молодец. И эти, блин, вот реально никакого больше выхода, кроме снять задницу полуголую, а то и голую. Я не понимаю. Мне все-таки, да, это как-то есть. Да, сразу набежали эти, блин, все вот эти вот знатоки-специалисты, что что-то там со своим делом, все что угодно, со своим телом делать. Без вопросов, да. Но вот к уровню контента и уровню креатива это снова, так сказать, возникают вопросики. Исключительно с точки зрения, что, блин, а есть ли там что-то в голове, кроме как такое. Другое дело, что ты на самом деле сейчас в последнее время замечаешь, что много таких людей, которые по молодости занимаются, вообще какой-то непотребщенный, вообще неадекватный, а потом, знаешь, как это, так сказать, а через год поступил в театральное, на коммерческое отделение. Золотая шутка с Топяко, блин, какой, девятый, восьмой год. Абсолютно то же самое. Шон Майклс все это демонстрирует, блин. Он свое отбухал, откурил, отнюхал, зато после этого, вот смотрите, какой образцовый семьянин, и христианин вообще молодец, и свою прежнюю жизнь порицает. И совершенно не удивлюсь, если через 10-15 лет Мэнди Рос будет ходить на христианский канал и рассказывать, как правильно вести себя правильно, исследовать всему вообще. И не дай бог, ты выйдешь с непокрытой головой за пределы своего дома. Такая вот тема, что ли. Давай вздем... Это девочки, а то мальчики, в первую очередь. Мальчику сложно жопой, потому что платят обычно за жопы мальчики опять же. Это да. Это да. Давай как раз, раз уж мальчики, девочки, у нас время еще остается до первого завершения сеанса, так скажем, связи. Межполовой матч. Вот уж реально, смотришь, как игрок гоняется за тем, как бы ублажить интернет, как бы соответствует всему, что интернет хочет. И вот он добрался до очередной фишки, которая прям долгое время, такая хотелка интернетская. А где в WWE? Межполовой матч. Раньше заигрывали несколько раз, но именно что заигрывали? Ну вот появление на Ajax на Royal Rumble, памятное, после которого, кстати, очень серьезный был разговор, судя по всему, со спонсорами, которые даже пригрозили уйти, потому что никакого продолжения это не имело. Была забавняка в районе титула 24 на 7. Но вот тоже из серии, что вот заходы, а здесь, ну, хочешь не хочешь, назначили полноценный матч по полноценным правилам. Пусть он продлился мало, он был односторонний, и он был тоже, все понимали, к чему он идет, и чего в этом матче точно не будет, но фишечку правбросили. Естественно, сразу оживились все самые вот эти одноклеточные ребята из серии Ксавье Вудса, его фанатов, которые уже в Твиттере с Мией Им, прям у них своя собственная история с долгосрочным Букином, который никому, кроме этого, с этой соцсети не известен, но тем не менее, он прям вот да. Как думаешь, у этого есть какое-нибудь будущее в плане национального телевидения? Да вообще, вот межгендерные матчи это какая-то ерунда, потому что мы помним, когда в Лучший Андеграунд были межгендерные матчи, все ровно те же самые люди, которые сейчас говорили, да давайте, да, равенство, вот это все, они первые же плевались, типа, что нам показывать, почему мужчина бьет женщину, а почему они сражаются на равных, что вообще, не понимаете, к чему это приведет, ну вот к чему это и привело, что сейчас ровно те же самые люди этим занимаются. Мне кажется, мне кажется, что в Индии этим занимаются не потому, что у них равенство, а потому что, я не знаю почему, потому что рестлеров мало, просто из-за того, что хоть как-то это самое, может быть, приносит, может не приносит. Предлагал как-то в свое время поискать, какие ролики в Ютубе из рестлинга самые популярные, может быть, вне, да, кстати, в Дабл-Даблы тоже. Мужик бьет бабу, баба бьет мужика, окровавленная баба и мужик. Вот эти темы, они прям миллионами просмотров собирают. Я думаю, вот в меньшей мере, ну в меньших масштабах, если в целом разносить это на Индии, вот оно и есть. Ну это какая-то глупая. А, да, мне там мемы недавно скидывали, где, кстати, по-моему, Дерябин проводил какой-то прием девчонки. Девочки какой-нибудь, ну как, ну понятно. Короче, из Анафера, да. Это был мем, который не связан, не как с рестлингом, там ребята появились. Ну, возможно, какой-то дополнительный паблисити, может это шок-контент, люди на это ведутся, прикольно. Но вот, в WWE-то такого не будет. Да, вот одно дело WWE или телевизионный контент, другое дело, вот что-то для интернета, для мемчиков, где-то реально завлек 10 человек, и это уже сумма денег, которая как бы существенная для промоутера, для инди-промоутера, я имею в виду. Здесь же, но ты знаешь, я бы тоже вот до упора говорил бы, ничего никак нигде ни о чем, но, с другой стороны, видя, насколько последовательно идет ублажение интернетов, букинг весь для интернета, я совершенно даже как-то начал, не то, что не удивлюсь, я начал сомневаться вообще во всей здравости происходящего. Ну, у них 3 часа времени, если хоть кого-то ублажил, это, слушай, хорошо. Хотя, конечно, лучше бы уложить побольше людей, но хотя бы с этим справиться. Не, ну погоди, что значит 4 часа времени? Ты имеешь в виду Ро трехчасовой или что? Да. Потому что имеются в виду полноценные программы, сюжеты, матчи на премию. Так это вот сюжет, там это Рия Рипли, то одного Бодислем проведет, то другому, вот сейчас матч провела. Типа вот такой вот у них типа сюжет на равных сражается, она здоровая девка и может мужикам тоже дать, пусть и Акире Тазаве, но тем не менее, а может быть после Акиры Тазавы там будет, не знаю, Люк Гэллс, например. Ну, Люк Гэллс, она уже уверенно пинает по яйцам уже не первую неделю, не одну, скажем так, неделю. Это такой персонаж, вот тут я бы не сказал, что это читалось, это в принципе для персонажа какое-то развитие, не знаю, что будет, когда Джедж Биндэй развалится, может он вообще никогда не развалится, будут как Нью Дэй, скоро десятилетний юбилей праздновать. Да, вот, не знаю, что из этого получится, но пока, ну, матч и матч, этот матч шел сколько там, 30 секунд, минуту, полторы минуты. Минут пять раз. Да. Суть, что он никак не анонсирован был, он из ниоткуда родился, из ниоткуда в плане, что-то самое, что именно с Акерой Тазавой, с кем-то другим, они там в покер играли, я вообще не понимаю, сюжет наружу. В этом матче, в этом матче, просто это, блин, они, был матч 3 на 3, вместе с этим, 2 на 2, командный матч у уличных профитов с Джажмеднем. А почему Тазава? А почему Тазава докопался до Тазавы? Просто потому, что они Хамло и Хамло. У них был матч, опять же, недели ранее, там они вот это все дело как-то развивали, развивали, и там они к нему, Доминик, по-моему, его победил. А почему у Доминика был с ним матч? А, потому что, да, потому что они играли в покер, Доминик пытался у него украсть фишки и сказал, все, идем разбираться на ринге. Да, это так вышло. Потрясающий букинг! История вот такая! Нет, я-то лично рад, когда у рестлеров переплетаются разные сюжеты, но вот из серии, что когда прям Доминик абсолютно не палясь так, типа, я у тебя фишек сгребу, а Тазава, естественно, самый известный игрок в покер, ну, не считая Декстера Лумеса, конечно же, но про это какой-нибудь, да, отдельный подкаст. В общем, ладно. Хорошо, не будет ничего, никаких больше интергендерных матчей, кроме Рея Рипли. Рея Рипли такой персонаж, это просто персонаж. Ну, посмотрим, да, опять же, поглядим, напишите свое мнение, как обычно, традиционно, оно нам интересно. Серкием Сергеев Довин, Алексей Красильник, Злобный Росомаха. Серки, его благодарим.